Журналистам показали первый мотоцикл, который получит в подарок один из участников викторины «Опорный край». Его собрали на заводе в «Эрбите». Мотоцикл имеет черный матовый цвет. Именно такой выбрали свердловчане по итогам голосования. Одним из первых мотоцикла оценил гонщик, депутат ЗАГСобрания Свердловской области Сергей Корякин. Я в восторге. Пусть даже немножко прокатился, но очень мягко работает двигатель. Сцепление очень понятное. Видите, я никогда не ездил на Урале и сразу поехал. Я думаю, что это показатель того, что мотоцикл все-таки сделан для человека, для человека, который ни разу даже не поехал, не ездил на таком. Сразу смог им управлять. Я думаю, что это показатель того, что он сделан грамотно и на нем будет комфортно передвигаться. Вы знаете, это легкий транспорт, который расходует мало топлива, который не требует каких-то крупных налогов за него, не нужно платить его легко обслуживать. Он надежный, потому что эта конструкция проверена уже годами, можно так сказать. И поэтому я считаю, что, знаете, для таких легких поездок более чем удобно и самое главное безопасно. Все-таки три колеса лучше, чем два. Напомним, что одними из главных подарков викторины «Опорный край» станут именно такие мотоциклы лимитированной серии с двигателем объемом 750 кубических сантиметров. Всего планируется подарить 20 мотоциклов. А кроме того, в обойме подарочного фонда 45 квартир, 100 легковых автомобилей и 2000 смартфонов. Пункты проведения викторины «Опорный край» будут расположены в каждом населенном пункте Свердловской области рядом с помещениями избирательных участков. Мероприятие будет проходить с 15 по 18 марта. Все участники получат возможность ответить на вопросы об истории региона, получить памятную медаль и принять участие в розыгрыше. А 12 апреля будут выбраны обладатели ценных подарков. Выбор пройдет честно и открыто с использованием генератора случайных чисел в прямом телеэфире с трансляцией в сети интернет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова